Мы сегодня слышали Евангелие, как Господь однажды пришел в Галилею, чтобы там проповедовать и совершать чудеса, чтобы люди шли по дороге спасения, получая благодать Божию, видя, что Христос есть истинный Бог. Галилея – это самое красивое место в Палестине. Она всегда зеленая. Здесь находится море Тевериадское, Галилейское, Денисорецкое, имеющее три названия. Здесь протекает река Иордан, очень чистая, и святая река. И здесь были благочестивые и хорошие люди. Здесь и вырос и жил 30 лет Господь наш Иисус Христос. Но и когда Он вышел на проповедь после поста и молитвы в пустыне, конечно, часто Он бывал здесь, в этом краю райском, где Он и нашел своих первых учеников и призвал их, сказав, идите за Мной. И потом, посылая на проповедь, Он сказал, идите, научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но вот когда Он пришел, как мы слышали сегодня в Евангелии, ну, множество народа Его встречало. И вот Он влез в одну из лодок, которых две было прямо-таки на берегу, попросил Симона, чтобы он отплыл немного и стал с этой лодки проповедовать людям Слово Божие. О, как важно нам всем запомнить, что самое интересное и самое важное – это Евангелие, это Слово Божие. Сколько у нас сейчас газет издают, сколько журналов, телевидения, всякие другие средства массовой информации. Но все они пустое, болтовня часто. А вот здесь люди захотели услышать Господа Иисуса Христа. И это самое интересное и самое важное знание – то, что проповедовал Христос. А ведь Он в Своей проповеди часто говорил, «Придите ко Мне, всетруждающиеся обременения, и Асу покою вы. Вы найдете покой, найдете радость жизни во Мне, рядом со Мной, от Меня, от Бога и Отца. И никто не знает Отца, только Ма Сын, и кому Сын волит открытие», – говорил Господь наш Иисус Христос. И это было действительно самое важное знание, которое давал человеческому роду Господь. И вот мы видим здесь пример, как люди хотели слышать проповедь Спасителя. Даже Он отплыл от них немного на воду, чтобы с воды свободно проповедовать Слово Божие. И вот я думаю, что первое, чему мы сегодня должны научиться, это каждый день брать в руки Священное Писание, читать Его и слышать голос самого Господа Иисуса Христа, слышать Его голос, и как будто действительно это Он говорит нам. И мы должны Его исполнять, и мы должны в Нем получать благодать Духа Святого, потому что святые отцы говорят, когда мы молимся, то мы говорим с Богом. Когда мы читаем Священное Писание, Бог говорит с нами. И поэтому важно читать ежедневно Священное Писание, или слушать, вот как эти люди в Галилее слушали Господа Иисуса Христа. Затем, конечно, Христос ничего так просто не делал или не говорил, потому что все имело свою цель и какое-то значение. И вот Он говорит Симону, будущему апостолу Петру и другим апостолам, заплевите дальше на глубину моря и бросьте сетки, чтобы поймать рыбу. Симон говорит Господи, всю ночь мы ловили, ничего не поймали. А там ведь на этом море ночью обычно ловят рыбу. А Господь говорит им, и они говорят, да, но если Ты сказал Господи, мы сделаем. И вот тут же послушание показывает пример. Апостол Петр Симон показывает послушание, пример всем нам. Если Господь что-то сказал, надо пойти и сделай. И вот они отплыли дальше, забросили сетки и столько рыбы поймали, что нагрузили две лодки полных. Лодки топили, стонули. И тогда Симон говорит, выйди от меня Господи, ибо я грешный человек. Он испугался, он увидел перед собой действительно Бога, Мессию, чудотворца. И вот он даже испугался. Но главное то, что он послушался Господа Иисуса Христа. И Господь говорит ему, не бойся, отныне будешь ловить человеков. Вот до сих пор ты был рыбаком, а вот сейчас ты будешь ловить людей Царства Божие. И вот они выпрыплили, выгрузили всю рыбу, оставили все и пошли вслед за Господом нашим Иисусом Христом, совершая то, что говорил им Господь. Вот мы сегодня совершаем память преподобного Сердия Игумена Радоневского. А ведь он тоже когда-то услышал проповедь о Христе. Он тоже своими родителями святыми, Кириллом и Марией, научен был в вере нашей святой православной. И он так полюбил Бога, что стал его монахом, его служителем, стал именно действительно преподобным. Он все оставил и пошел, чтобы служить именно Богу и людям, чтобы совершалось спасение. И он услышал проповедь о Христе. Потом он читал всю жизнь свою и молитвы, и, конечно, Евангелие, и Новый Завет, и всю Библию, читая, исследуя Писание, как сказано уже в Священном Писании, исследуйте Писание, в нем вы найдете жизнь вечную. И вот он нашел в Священном Писании, в проповеди Господа Иисуса Христа, путь своей земной жизни, своего труда. Мы сегодня совершаем его память, а ведь он тоже стал тем, кто ловил в Царство Божие множество и множество людей. Недавно было 700 лет преподобному Сергию, и мы к этому празднику, юбилею поставили в наш ему памятник, потому что это действительно великий человек, он достоин, чтобы его знали все, чтобы к нему пришли. Будучи простым человеком нашей вот Родины тут, он стал посланцем, послом на небе от имени нашей страны, нашей церкви, нашего народа. Много совершал чудес. Своими руками строил храм, строил кельи для монахов и проповедовал Слово Божие. И этим ловил, как в сетку рыбаки, апостолы ловили рыбу, так он ловил и до сих пор ловит людей в Царство Божие. Я был там, я служил и молился, учился в семинарии в академии, и я видел, что столько людей, тысячи и тысячи ежедневно приходят, чтобы поклониться Святой Троице, и поклониться мощам преподобного Сергия. И все это он заработал своим трудом, подвигом духовным, постом и молитвой, показывая пример, и до сих пор проповедуя очень громко, но молча, Святую Троицу Отца и Сына и Святого Духа. И вот он собирал и собирает тысячи и тысячи людей под его покровом в его школе, будучи плохим учеником в свое время, юношей, а не потому, что был он ленивый, а потому, что промыслом Божьим для того, чтобы мы учились, что Господь, если говорит, просите и дастся вам, ищите и обрящите, чтобы мы это делали. Но вот он тоже просил, и Господь ему дал, послал отец его в лес, за лошадью он нашел, и встретил там монаха, а это был не монах, это был ангел Божий, который его благословил, и с тех пор он стал лучшим учеником нашего народа, нашей страны и нашей Святой Церкви. И вот под его покровом много лет находятся семинарии и Академии Духовные, откуда вышли тысячи священников, сотни епископов, и которые благодарны Богу, Святой Троице, и преподобному Сердию Радонежскому, который молился за них, и помогал, и благословлял в учении и в духовной жизни. Я как сейчас помню, когда мы каждое утро ходили перед завтраком к преподобному Сердию, перед началом учения, мы придем, благословимся, получим от него благословение, приложимся к мощам, идем и учимся хорошо. Особенно это нужно было в день экзамена. Когда мы сдавали экзамены и приходили, я лично и другие студенты говорили, Отче Сердие, помоги, благослови, вразуми. И когда мы шли на экзамен, конечно, учились, но, конечно, не все мы могли познать за те короткие дни или короткие часы учения. Но когда приходили к преподобному Сердию и таким образом молились, всегда получали одни пятерки, потому что Он помогает, потому что Он сам таким был и выпросил у Бога себе помощь духовную, и получил благословение, и знание, и терпение, и молитву, и все другие добродетели, и Он помогает тем, кто хочет иметь эти добрые дела. И вот сегодня можно вспомнить, что Он делал самое главное. В Его же монастыре было часто так, что были Его ученики, монахи, недовольны жизнью, тяжело было жить, строго очень было, мало было хлеба, мало было одежды, не было ничего. И много раз они ворчали и даже выгоняли преподобного Сердия из своего монастыря. И Он уходил, Он уходил, и промыслом Божиим, куда Он приходил, Он ставил крест, брал с собой одного ученика и оставлял там, на том месте, где Он останавливался, и там появлялся новый монастырь. И таким образом Он организовал, воссоздал, создал больше пятидесяти монастырей на земле русской. Это было промыслом Божиим. И вот сегодня, совершая Его память, я хочу поблагодарить перед всеми вами, потому что и нам в этом храме Он помогал, и другим храмам. Вот я сегодня с утра с отцом Диаконом служил в Королеве, в его храме, который мы там построили. И я говорил там, и сейчас вам хочу сказать, что всякий раз, когда не хватало денег на зарплату, ничего-то не хватало, я ехал к преподобному Сердию и с ним беседовал, как сейчас с вами, просил у него помощи, и через какое-то малое время Господь давал мне то, что я просил. Особенно не себе, а церкви, людям, которые строили храм, людям, которые помогали и просили в чем-то. И я всегда получал от него помощь, от Бога через его святые молитвы. Поэтому я вам советую, когда у вас есть время, когда еще есть возможность поехать к преподобному Сердию, еще глаза видят, ноги ходят, не ленитесь, не езжайте ни к каким колдудам, ни к каким-то старцам, поезжайте к преподобному Сердию, и Он поможет вам, и вы получите по Его молитвам здоровье крепкое своего тела, особенно, конечно, души своей, совесть будет чистая, Он во всем поможет. Это наш посол на небе, и если мы к Нему обращаемся, Он обязательно передаст нашу просьбу, нашу молитву Святой Троице, Отцу и Сыну и Святому Духу. Мы очень счастливые люди, что мы живем там, на том месте, или, так сказать, вокруг преподобного Сердия, что можно в любой день, в любое время к Нему приехать, помолиться и получить от Бога по Его святым молитвам то доброе, что мы с вами просим. Я всех именинников хочу поздравить с Днем Ангела, пожелать вам терпения и помощи Божьей по молитвам преподобного Сердия. Всех благодарю, поздравляю с праздником и желаю, чтобы преподобный Сердий сегодня вознес наши молитвы и свои престолу Святой Троице, Отца и Сына и Святого Духа, чтобы Он благословил нашу страну, нашу Святую Церковь, наш народ и всех нас, живущих в этом селе, на поле, которое когда-то принадлежало Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Мы знаем, что село Бонтеево и Копнино, это были села, которые находились под покровом Святой Лавры. С праздником всех вас!